Друзья и коллеги, хочу поделиться с вами одним наблюдением музыкальным. Оно может быть полезно, в том числе и в ремесленном отношении. Ну, давайте поиграем любимые, знакомые пьесы, которые, оказывается, связаны неожиданно и жанром, и артикуляционно, и многими другими. Значит, ну, сначала 11-я знаменитая соната Кёхель 331, тема вариаций в первой части, с очень характерной тонкой артикуляцией. Сначала поиграем. Повторяем. Прорастешь, можно потише. Повторяем. Повторяем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Средний голос» играется вот так Обязательно вот такой Да Вот такой Конечно, с использованием управления демпфером Да Не даю упасть демпферу Да Естественно, я здесь играю ту же самую лигу, что в левой руке, что и в правой Здесь тоже, да Вот так И здесь такая Да, вот Обязательно именно это Обратите внимание Конец лиги, новая лига Конец лиги, новая лига Конец лиги, новая лига Как написано, так и играется Это при том, что я не позволяю демпферу упасть Да Нажатие, да Нажатие сфорцанды – это нажатие певучее И здесь тоже Да, вот такая На время И певучая стакката И сфорцанды – нажатие Скорее нажатие Вадорн – сфорцанды, да То есть без всякого дополнительного удара Просто певучая Да, и певучая латорна в левре, да То же самое, да Все Размечаем То есть ты нута Ты нута Ты нуточка Даже можно как бы чуть-чуть передержать Вот так Вот так можно Тогда То есть ровно четверть Ноля отпускаем Используем принцип сфорцанды Как скорее агогический акцент Сняли А это еще держим Сняли, да Вот Сняли Тонкая работа здесь Официально вот эти лиги Эти Эти лиги Вот такие Вот такие Вот такие С нажатием Вот такая лига Смотрите Вот такая И здесь тоже Нажатие И сфорцанды Нажатие А не удар Нажатие Как бы вибра Ну Не говорим вибрация Потому что ни в коем случае Ничего не надо вибрировать Да Просто нажать И потом Чтобы получить этот эффект Сфорцанды пьяно Лучше сказать пианиссимо Тогда будет Это Когда будет И пианиссимо И здесь Очень важно Валтор начинает солировать И это приводит к этому форту Ага Да Да Здесь такое Да Видите Связующая цезура Активная Ля Парочка И без опоздания Без акцента Сюда Да Мы с этим знакомы уже Вот такая тема Странным образом Она взаимосвязана С другой Замечательной Любимой темой Да Играю пока Без педалей Без педалей Все-таки сыграем Без педалей Без педалей Без педалей Без педалей Без педалей Без педалей Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здесь Субтитры подогнал «Симон» Да, первая часть второй баллады Да, здесь вполне уместно Тоже самый артенционный принцип Я его, собственно, играл Который у нас встречается Моцарт Вот такая лига Да Ну, даже двойная Вот И здесь тоже Все играется вот таким образом Вот таким Да? Давайте посмотрим Без педали На двойной репетиции То есть с управлением демпфером Точнее, да? Видите? Вот такая лига Конец лиги, начало Конец лиги, начало Следующий, да? При этом, что я не отпускаю демпфера Поэтому у меня реверберация идет уже Сначала у шести струн Сразу, да? Вот я без педали играю А эффект педальный Да, это все очень близко Моцарту, да? Только такой парочки Здесь нет Зато все остальное Вполне есть Да? И Этот принцип Прокляционный Распространяется На Моцарта тоже Вспомним Окончание Минорное Да? Здесь после Этой кульминации Да? Да? После катастрофы Финала И внутри Те же самые Та же самая артикуляция Пишем ее Вот такую Вот такую Вот такая Вот такая И вот такая Мототурская лига Здесь, конечно Здесь тоже Вот такая Да? Еще раз Да? Можно хорошую фирмату Не боимся Этого Моцарта Хорошая фирмату И потом пиадисин внутри Покачивание Видите Какое Да? Ну и так далее И что же это нам Еще напоминает? Это нам Напоминает У нас был уже Моцарт Шопен Теперь у нас с вами Моцарские Да? И какая Что у нас в басу Та же самая пульсация Что и Моцарта С той же самой Артикуляцией Вот такой Вот такой На протяжении Всей части То есть Вот такая Артикуляция То есть Лига кончается На восьмой Начинается На следующей четверти При этом Тоже Не отпускаем Не даем Демпферу упасть Да? Да? Сыграем с педалью Несмотря ни на что Конечно Это нам напоминает Минорные Моменты У Шопена Да? Особенно В этих местах Старого замка Да? Прямо вот это Да? Завораживающие Повторы Вот эти Да? Вот И у Мусорского Естественно Здесь так Обратите внимание Что и там И там Шесть восьмых Да? И у Моцарта И у Шопена И у Мусорского Да? Много параллелей Связь Разговор этих трех Как бы совершенно Вроде бы совершенно Несвязанных Вещей Совершенно очевиден Да? Что же их объединяет Друзья мои? Разгадка простая Вы уже разгадали Понятно Что это ритм Сицилианы Ритм Сицилианы Ну давайте вспомним Что же предшествует Всему этому Ну вот например Да? Вот Сицилиана Из Рождественской Оратории Инструментальный номер Рождественской Оратории Баха Обратите внимание Какие стоят Лиги Которые мы только что С вами выставляли У Континува Те самые Замк Тут и Вот они Вот Да? Мы их здесь Выставили Да? Здесь И лига Очень похожа На моцартовскую Более того Сначала на тринутке А вот пожалуйста Смотрите А вот здесь А вот здесь Прям моцартовская лига У Баха Вот она Да? На первые две На восьмушечку С точкой Да? Вот она здесь И соответственно Ее вполне можно Вписать и сюда Да? Да? Ну да Это Да Связь Несомненно Какие еще С какими сицилианами Это Это пастораль Симфония Пастораль Вообще Сицилиана И пастораль Взаимосвязаны Между собой Жанры Да? Вот Вот гениальная Сицилиана Вивази В обработке Баха Напоминает Сначала И мусорского В том числе Да? Да? Прямо Да? Да? И вот Тут и Бах И Вальди Вместе Музорского Да, и так далее. Какие здесь артикуляционные, конечно, дополнительные в то, что мы уже у Баха встречали и у Моцарта. Такое и вот это, конечно. И здесь, конечно, Баховское, как у Баха, выставляем. Для клавира он и органы не всегда выставляет, а для оркестра выставляет. Поэтому мы берем вот этот принцип артикуляционный и в басу. Мелодии, да, и получаем то, что мы видели у Моцарта, то, что мы разметили и увидели у Шопена. Вот это Бах Вивальди, да. И он связан и с Мусорским тоже. Ну и, конечно, Сицилианы Моцарта, да, вот мы уже взбирали в цикле о Моцарте. Вторую сонату. Ну и, конечно, знаменитая. Пастераль и она же Сицилиана. Ля-мажорного 23-го концерта, да, вспоминаем. Какая здесь артикуляция? Конечно, такая же, на тех же самых нотах, что в Ля-мажорной сонате, естественно. Смело ставим Моцартовскую же, да. То, что у нее стояло. Вот она, вот она, да. А здесь ставим вот эти. Играем без педали. Замкнутая. Да. Микроцезура. Здесь, конечно, нужно вот такую лигу сыграть, как бы это ни было трудно. И сюда, через фа-диез, да. Опа. Слышим здесь, да. Парадоксальные везде связи. Вот такие, вот такие, да. Все делаем пальцами. Какая лига? Артикуляционная. Здесь. Да, и вот он заканчивает замечательно лигу здесь, а мы ее добавляем еще вот такой и вот такой. Да. Парадоксальные везде. И вот. Певучая стахада. И сразу что вспоминаем? Сразу вспоминаем. Конечно, вот это, да. Да. Кстати, Содес-минор не так далеко от Водес-минора, да. И, конечно, вспоминаем Шопена. Минорный, вот этот минорное завершение, да. Это нет, есть некоторая тонкость, но сейчас не будем. Нам важно, чтобы мы обнаружили диалог, обратите внимание, какой через века диалог между Вивальди, Бахом, Моцартом, Шопеном и Мусоргским. И к этому диалогу, конечно, присоединятся еще многие, да. Есть замечательные такие же сицилианы у Фаре, у Дебюсси и у других, да. Но вот этот центральный стержень, меня поразила вот эта связь между темой ля-мажорной сонаты, прямая связь темой ля-мажорной сонаты Моцарта и второй балладой Шопена, да. Она многое проясняет, на самом деле, да. И к этому удивительно присоединился старый замок, Эльвеккер Кастелло, да. Старый замок из картинок Сыстовски и Мусоргского. И вот такая картина беседы, бесед через века и тем, и композиторов, и как мы это делаем. То есть это связано с артикуляционными моментами, состояниями. И это, конечно, обогащает нашу палитру исполнительскую и то, что, как мы это делаем руками. Вот этот ролик я хотел посвятить вот этой постарались и целиане Моцарт Шопен Мозорский.